Всем привет, ребят! Сегодня мы с Катериной и с Борисом поговорим по поводу Турции, по поводу того, как там жить вегану, необычной Турции, Турции без отелей. И мы, наверное, заявим так, а там посмотрим, как пойдет. Да, просто Екатерина у нас недавно приехала из Турции, она уже там не первый раз. У нас, как всегда, появляется много вопросов, и мы решили этот разговор записать. Специально не задавали их, потому что, я думаю, эти вопросы будут интересны широкому кругу зрителей. Там есть всякие моменты, которые нас заинтересовали. Ну, так сказать, у нас вот называется подкаст «Другая Турция», потому что какие-то вещи мы не знали, и нам было интересно их узнать. Ну, вот я вернулась из Турции две недели назад. Сейчас у нас погода за окном плюс 4 градуса. Вот, соответствует очень хорошо, наверное, теме. У нас снег выпал вчера ночью. И у вас тоже. Ну, вот утром, да, мы проснулись, и как раз такой легкий снежок идет. Это вот... Замечательно. Да, перед майскими праздниками такая, как бы, вот такая у нас погода. 27 неделя, на секундочку. Да, самое время обсудить Турцию. Да, да, да. Ну, нам, конечно, Турция, как веганам, в первую очередь, интересно, как теплая страна с благостным климатом, с замечательными фруктами, овощами, вкусными и дешевыми. Вот, но это, наверное, я плюсы перечислила, но есть некоторые, как сказать, стереотипы, которые я вам уже озвучивала, но мы решили их не раскрывать, чтобы именно на подкасте об этом поговорить, что есть нюансы, да. Ну, то, что касается фруктов, овощей, да, все так и есть. И действительно, и цены очень-очень доступные, и качество хорошее. Я не скажу, что, как многие говорят, что там совсем все без удобрений, все такое вот абсолютно там экологичное, конечно, нет. Конечно, нет. Сейчас, наверное, в мире такого найти уже сложно, разве что самому просто вырастить у себя на даче. Тем не менее, продукты очень вкусные. То есть, если ты ешь огурец, то он прям вкусный. Вот, насколько я совершенно равнодушна к огурцам сразу скажу, ну, там мы их едим, потому что они там вкусные. Как у них это вкусно, я не знаю. И вкусные там апельсины очень вкусные, грейпфруты очень вкусные. И цены на эти, ну, вот такие обычные вещи, типа там яблоки, апельсины, помидоры, ну, абсолютно доступные. То есть, если какая-нибудь там экзотика, то да, это может быть подороже. А вот наши обычные вот эти вот овощи, фрукты стоят, ну, если нужно привести какие-то примеры, то, допустим, помидоры стоят, ну, вот зимой, например, летом, наверное, они дешевле. А где-то, ну, в среднем какие-нибудь обычные помидоры там от 30 до 40 рублей килограмм. А какие-нибудь такие вкусные вот эти вот а-ля деревенские такие вот помидорчики, ну, 75, допустим, 2 килограмм, вот так вот. Это зимой, соответственно. А апельсины, например, стоят там 30 рублей килограмм. Апельсины, ну, где-то 40-50, вот, в записи от того, там, какой месяц тоже. А лимоны, скажу честно, мы не покупали, потому что мы их рвали со всех деревьев, которые мы встречались. Все очень давно по продуктам, действительно. Ну, давай я тогда начнем сначала. Как вы первый раз туда поехали? Был ли это какой-то пакетный отельный тур? Как вы потом перешли на... без отелей и без туров? Вот, расскажите нам об этом. Ну, действительно, самые первые поездки, это было очень давно, это были пакетные туры. И, ну, в свое время это, конечно, впечатлило, потому что мы такого не видели. Такого отдыха мы не знали. И в свое время, да, это было, наверное, прикольно. Но от пакетных туров, вот, мы отказались уже очень давно. То есть, ну, не знаю, когда я последний раз ездила по пакетному туру. Ну, опять же, наверное, лет 15 назад. Сейчас даже не вспомню. Вот, причем это была уже не Турция. А в Турцию после этого мы приехали два года назад, в 2019 году. И поехали мы туда на машине. Причем ехали мы, в общем-то, в Грецию. Потому что, на самом деле, я очень люблю Грецию. И вот там я была больше 10 раз. Греция, в общем, отдельная тема. Тема отдельного подкаста. И мы решили поехать через Турцию просто потому, что одна моя знакомая девушка, они также с мужем ехали через Турцию. И им очень не понравилось. То есть, им не понравилась Турция. И нас это заинтриговало, если честно. А чем не понравилось? Что говорили? А, говорили, что там грязно, смотреть нечего и вообще больше никогда не понравилось. Ну, то есть, без особых аргументов, но не понравилось. Но они ехали вдоль Черного моря. И, в общем, как бы... И чем вас это заинтриговало? Я уже точно не помню. Наверное, мужа заинтересовал сам маршрут, что можно проехать в Грецию через Турцию. Мы обычно ездили в Грецию через Балканские страны, через Сербию, Македонию. А они проехали через Турцию. И, значит, мужа это заинтересовало, потому что ему важен сам путь, сам процесс. А меня заинтересовало тоже, что новые, вроде бы, новые места, новые маршруты. И мы проложили наш маршрут через Турцию. И, собственно говоря, мы про Турцию ничего такого не знали, кроме вот этого пакетного побережья, куда все ездят. И мне пришлось так изучить информацию, наметить маршрут. Вот. И мы поехали. И маршрут не совсем совпал с намеченным, потому что там погода помешалась, в общем. Но мы проехали тогда через центральную Турцию. Вот через весь центр Турции. То есть мы не заезжали на Черноморское побережье и не заезжали на Средиземноморское побережье. Ну, прям как раз по центру и проехали. И сразу скажу, что нам понравилось очень. Просто, просто очень понравилось. По красоте. Ну, давайте, я, может, сразу чуть-чуть буду некоторые фотографии выводить. Да, можно показать фотографии, там вот где разная Турция. Сейчас, сейчас я как раз вырежу. Потому что, это вы на телефон фотографировали или на фотоаппарат какой-то? Это на телефон. Просто эти фотографии смотришь, как будто, знаете, заставки на Windows. Запускаешь, они постоянно с природы, как будто что профессиональное сделано. И они настолько там потрясающие. Вот я просмотрел, и сейчас мы будем понемногу показывать. Ну, это вот вы сейчас вот показали уже Каппадокию, да? То есть это то, ну, это место, ну, примерно посреди Турции это находится. То есть в центре, в центре Турции. И это Каппадокия, да, действительно место очень классное. Несмотря на то, что кто-то говорит, что оно сильно туристическое. То есть, наверное, это было действительно самое туристическое место в Турции, в котором мы были. Потому что какие-то такие другие туристические достопримечательности мы старались объезжать. Вот. Но Каппадокия, она как-то давно меня очень привлекала. И в Каппадокию мы решили заехать обязательно. И несмотря на то, что это место считается туристическим, оно меня совершенно не разочаровало. Вот совсем. И, на мой взгляд, это одно из самых интересных вообще мест в мире. Таких вот и красивых. И со своей такой атмосферой. И, на мой взгляд, не следует бояться его туристичности. Потому что Каппадокия настолько огромная, настолько большая по площади территория, что там можно найти места, где совершенно спокойно можно быть одним. Где можно ночевать, допустим, в машине в каком-нибудь очень красивом живописном месте. Никого вообще не будет рядом. А вот эта фотка, это вы делали ее на телефон? Да, да. Все, все. Это не фотошоп, это какой-то фестиваль вот этих вот шаров, этих баллонов надуманных. Дело в том, что там фестиваль проходит каждое утро. То есть, для Каппадокии это обычное совершенно явление. То есть, каждое утро, ну, если не считать, может быть, каких-то совсем жутких погодных условий, так каждое утро где-то на рассвете это происходит, поднимаются воздушные шары с туристами, естественно. Вот, и видно это практически отовсюду. Есть места лучше, хуже для обзора. Это вот обзор из городка, в котором мы снимали апартаменты. Вот, и я вставала пораньше на рассвете, это где-то было 5 или 6 утра, и, значит, бежала снимать вот эти воздушные шары. Действительно, очень классное зрелище. И, действительно, стоит, если не полетать на шаре, то, по крайней мере, уж понаблюдать за этим очень даже стоит. Красиво, очень красиво. Как раз я следующий покажу, вы просто как раз сказали, что потрясающие там вот эти вот виды, когда вы ехали. Я сразу вспомнил вот эти вот фотографии, что действительно это... Да, ландшафт совершенно, конечно, удивительный. И от этой красоты к ней привыкаешь. И не то, что даже устаешь от нее, но она кажется себе нормальной. То есть ты к ней привыкаешь, и она везде там вокруг. Вот эти вот такие потрясающие ландшафты. Вот, можно там следующие фоточки тоже пролистать. Там, в принципе, на самом деле, у меня фоток с Каппадокии гораздо больше, чем сейчас вот мы тут показываем. Это я так выбрала просто навскидку совершенно. Это место только что было, называется Розовая долина. Вот, там несколько городков, и они все очень такие самобытные. Вот, тоже Каппадокия, но немножко в стороне. И это тоже. А вот, кстати, ночевка наша в машине. То есть мы ночевали не только в гостиницах, и не только в апартаментах там, а мы периодически ночевали в машине. И останавливались где-нибудь в каком-нибудь красивом месте, где рядом либо есть вода, либо нет. Вот, и у нас вот там такой матрасик в машине специальный. Мы вещи как-то перемещали на переднее сидение или под машину засовывали. И, в общем, спали в машине. На самом деле, очень-очень удачное решение спать в машине оказалось. Потому что раньше мы брали с собой палатку, и в палатке ночевать было не всегда комфортно. Чуть-чуть так вот. Иногда было страшновато, все-таки, если собаки какие-нибудь там бегать будут или, не знаю. А в машине ты замечательно себе спишь. И, в общем, нам это очень понравилось. А как в машине, там, я не знаю, помыться, зубы почистить, в туалет сходить? Ага, с туалетом как бы все очень просто, в ближайшие кустики. А с помыться, душ помыть, душ принять и почистить зубы у нас есть такой походный душ. Не помню, на сколько он литров, но такой вот мешок. И он работает, то есть там от него такой старчий душик. Он куплен, кстати, здесь, по-моему, в Декатлоне. И его так подкачиваешь, и из него льется водичка. То есть из него совершенно спокойно помыться. Не говоря уж о том, чтобы почистить зубы там или посуду помыть. То есть вот этот мешок, ну, такой вот душ, так он так и называется, по-моему, походный душ. Мы его теперь возим с собой, очень удобно. А сколько литров? Вот я не помню, сколько литров. Ну, наверное, литров, не знаю, может 10, может 15, может 12. Наверное, 15 по его виду. Ну, а тогда такой вопрос. Вот вы, получается, на машине ездили, вы самолетом покупали туры. И какие вы разницы заметили, ну, разницу между каждым и путешествием? Что вам ближе, не знаю, и что бы вы порекомендовали тем, кто смотрит, может, какие-то нюансы? Ну, конечно, путешествие на машине – это отдельное приключение, отдельное удовольствие. Потому что ты видишь гораздо больше, ну, во-первых, едешь через разные страны, пересекаешь границы. И, конечно, впечатлений гораздо больше. Но в то же время это сложно. И не каждый любит вот такой вот, такой долгий путь. То есть, просто, ну, у меня муж очень любит водить машину, и для него это в удовольствие. Он даже меня практически за руль не пускает, потому что ему самому хочется рулить. Вот. То есть, ну, это для тех, кто способен долго ехать в машине. Но у нас для этого уже есть там свои какие-то, ну, приспособления. То есть, как облегчить себе эту задачу и для пассажира, и для водителя. А самолет – это тоже, в общем-то, конечно, фишка. Да, это хорошо, потому что ты тут и был у себя дома, и тут через три часа ты уже в другой стране. Это тоже классно, мне это тоже нравится. Но, на мой вкус, все-таки, даже если прилетаешь на самолете, хорошо брать машину уже на месте и, опять же, ездить на машине. Ну, если ты хочешь путешествовать по каким-то красивым природным местам. Ну, или хорошо иметь какое-то транспортное средство, на которое можно передвигаться, хотя бы велосипед. Так что рекомендовать ехать на машине или лететь на самолете, наверное, я не буду. Здесь каждый сам выбирает. Одно могу точно совершенно порекомендовать – это выбирать для путешествий не туристические места, какие-то не пакетные туры, не отели «все включено», а выбирать то, что хочется именно вам посетить и путешествовать самостоятельно. И вот это 100% могу порекомендовать, потому что, да, когда-то мы тоже ездили по отелям, по отелям, и «все включено», и по этим турам, где тебя привозят, увозят, с трансфером, там, вот, с экскурсиями. И, честно говоря, когда от этого мы решили отказаться, было немножко так, ну, как-то стрёмно. Вот. Но после первого же раза мы решили, что больше никогда не будет в пакетные туры, потому что вот эти самостоятельные путешествия – это гораздо интереснее, гораздо больше впечатлений, и ты действительно чувствуешь жизнь другой страны, действительно её проникаешь со страной, и у тебя есть возможность не только больше увидеть, а есть возможность пообщаться с людьми. И это тоже отдельная история, это отдельное удовольствие общения с людьми в какой-то стране. Важна очень вот эта вот красота, вот эти вот впечатления от природы, от видов. Ну, вот это вот общение с людьми, ну, это тоже, наверное, очень-очень важный пункт. Это отдельное удовольствие, и мы потом очень много всегда рассказываем про разные случаи, как нам кто-то помог, как нас кто-то там подвёз, там, вот, угостил чем-нибудь. И это встречается настолько часто, вот, особенно в Турции. То есть там настолько гостеприимные люди, настолько они настроены на других людей, на иностранцев, и настолько они готовы тебе что-то подсказать, помочь, потратить своё время на тебя. Вот, что-то сделать тебе совершенно бесплатно, что это совершенно, ну, это просто потрясает. Но вы имейте в виду вот именно людей в нетуристических местах, потому что в туристических там хотят содрать тебя и завлечь, и это всё, конечно, неприятно и неловко. И у меня, кстати, было ещё как раз вот вопрос такой, что с чем у меня ассоциируется Турция, это с турками, которые у нас здесь, в нашей местности, постоянно пристают, вот, ну, к девушкам, к женщинам, и это очень некомфортно, это очень неприятно. И вот эти вот, даже вот эти вот взгляды там с ног до головы, и, ну, то есть, ну, понятное дело, что они очень, вот этот южный климат, он заставляет быть открытыми, такими, легко вступать в какие-то разговоры с незнакомыми людьми, но одно дело разговоры, ну, в общем, и меня это смущает. Вот, и я вам тоже об этом говорила, и оказывается, всё не так там, как здесь. Я помню, да, что когда мы ездили вот куда-то там в Кемер или в Белек, вот куда-то по пакетным турам, я тоже всё это видела, наблюдала, и у меня тоже было такое же точно впечатление, что, да, турки такие вот они, и мимо магазина ты не пройдёшь, обязательно тебя затянут, начинают что-то предлагать, потом не отстанут, да. Но это только в туристических местах. Вот мы проехали через всю Турцию, и после этого тоже, вот мы сейчас два раза ездили ещё без машины, на самолёте летели, но мы, это была тоже не туристическая Турция, то есть этого нет вообще, вот совсем. Наоборот, мужчины, они не разглядывают тебя, они, наоборот, как-то так ведут себя очень тактично. Никто, конечно, к тебе не пристаёт, вот, не в туристических местах, то есть никто в магазины тебя не затягивает, никто тебе ничего не навязывает, никто не... Ну, то есть совершенно всё не так вот, вот на сто процентов не так. Один раз, вот, в наше путешествие на машине, когда мы попали, такие, в туристическое место, это было как раз в Каппадокии, там около одного из, одной из крепостей, и там была, и там была стоянка, кстати, это про еду, вот сейчас вот фоточку, сейчас про еду расскажу. Вот, это там была стоянка около одной из, ну, одного из замков, и там вот действительно вот этот парковщик, он повёл себя очень похоже на то, как ведут себя в туристических местах. Это было единственный раз, и он как-то так попытался и денег больше взять. Ну, вот туристическое место, да, вот действительно туризм, он, массовый туризм, он портит всех, и туристов, и хозяев, к сожалению. А это, да, вот фоточки с едой, и там как раз две фоточки ещё с салатами. Это то, что мы ели, да, вот то, что мы ели в дороге, то есть мы просто покупали на рыночках или в магазинах овощи, фрукты, и вот готовили себе такие салаты в процессе, либо в гостинице, либо прямо вот около машины. У нас были такие стульчики, столик, в общем-то, вот, и останавливались, и кушали прямо в... Получается, вы брали с собой вот эти вот досточку, вот эти вот салатник, ложки, винки. Это всё важно. Ховара. Да. Да, мы брали... Мы брали с собой вот несколько мисочек, досочку, ещё у нас там был небольшой столик, вот, и там вот где-то ещё одна должна быть фоточка, как раз около машины у нас стоят две таких миски с салатом, то есть мы останавливались и обедали. Так, это уже у нас следующий год. Это, получается, у вас путешествие, когда в ноябре? Или когда я... Это было в декабре, в декабре 20-го года, и, ну, тогда уже на машине, к сожалению, проехать было нельзя, и, соответственно, мы летели на самолёте, вот. И попали, первый раз мы попали зимой в Турцию, вообще в какую-то такую южную страну, то есть для нас было очень такое сильное впечатление, что насколько там, ну, приятный климат зимой, насколько там комфортно, вот. То есть, в принципе, даже море было тёплое, и мы даже там пару раз искупались. Да, это тренажёры на пляже, и дальше там, по-моему, должны быть... Да, а это вот, кстати, фотка рыночка для женщин. То есть там есть интересное такое мероприятие, как называется, женский рынок, когда раз в неделю женщинам дают возможность продать, ну, то, что они сами сделали, вырастили. И вот, насколько я понимаю, это, по-моему, даже бесплатно для этих женщин. То есть таким образом их стимулирует на то, чтобы они, ну, вот, своё хобби как-то могли показать людям, реализовать. Вот такие женские рыночки в каждом районе устраиваются, и женщины там продают либо свои какие-то домашние заготовки в виде там каких-то оливок там, оливковое масло, сушёные помидоры, либо какие-то свои поделки. Вот, очень такое... Ну да, мы смотрели видео, что там очень поощряется экономика, бизнес, торговля, потому что там или 40, или больше процентов, и там очень лояльные условия для людей, которые занимаются бизнесом. Ну и стараются, ну, всю малый бизнес поддерживать. Да, это очень ощущается, потому что очень много маленьких каких-то кафешек, магазинчиков, вот, это всего много. А здесь вот фоточки о том, как турки сами любят отдыхать, как они проводят время с друзьями, с семьёй. То есть для них совершенно стандартное, обычное явление – это пойти, взять какое-то количество еды, там, большое или небольшое, и пойти либо в парк, либо на пляж, пойти с семьёй, с друзьями, расстелить там какой-то вот коврик, или стульчики достать, и сидеть вот так вот что-то кушать, проводить время, общаться. И там это вот везде абсолютно. А вопрос, вот этот вот климат южный, он расслабляет? То есть ты, ну, допустим, если туда приезжать не на отдых, а если подумать о том, чтобы переезжать, допустим, на зиму, вот, то насколько там можно сохранить работоспособность? Расслабляет, ну, в каком смысле расслабляет? То есть какой-то вялости там точно не ощущаешь. Там, наоборот, вот мне очень там всегда хотелось вставать рано, утром с рассветом, потому что вот ты встаёшь рано, потому что там солнышко встаёт, такое красивое небо, красивые облака, и тебе хочется встать именно рано, чтобы рано утром там пробежаться, допустим, и вот я не знаю, наверное, из-за совокупности их причин, из-за еды, из-за природы, из-за чистого воздуха, вот по совокупности причин, там чувствуешь себя постоянно бодро, и тебе постоянно хочется что-то делать, но мы там, в основном нам хотелось там чем-то заниматься физическим, то есть либо гулять, либо кататься на велосипедах, мы, честно говоря, не занимались там умственным трудом, поэтому насчёт этого не могу сказать, насколько этого захочется, но по крайней мере физической активности очень хочется, то есть прям очень хочется что-то постоянно делать и делать, и мы, да, мы там не были в самую жару, то есть какие-то, наверное, месяцы типа июль-август, скорее всего там жарко будет, прям очень жарко, но вот в те месяцы, когда мы были, мы путешествуем в основном осенью, весной, вот, ну вот сейчас вот зимой ещё были, и там очень мягкий такой климат приятный, и он тебя не подавляет, он наоборот тебя заряжает какой-то вот такой вот бодростью, вот. А вот эти вот пальмы, они только на побережье? Вот это вот город Мерсин, я так поняла, да? Они, нет, они не только на побережье, хотя вот Мерсин, он знаменит своими пальмами, у них, ну, они растут не только прямо на побережье, вдоль дорог тоже могут расти, могут встречаться ещё в каких-то местах там отдельно, но вот на побережье, да, их много. Я не знаю, растут ли они где-то в других местах там сами или специально высаживают их, но за ними там ухаживают, их обстригают, ну, в общем, достаточно частые явления. Но самое частое дерево для Мерсина – это лимонное дерево. Это вот самое-самое такое распространённое дерево, и вот сейчас вот, когда мы были весной, они там цветут, и запах стоит везде совершенно. С растительностью там всё хорошо. Вот это вы, получается, были в разные времена года, и какое время вам больше всего понравилось, какое вы бы рекомендовали, к примеру, человеку, который первый раз поедет? Я бы порекомендовала осень. На мой взгляд, осень – это самое такое классное время для путешествий. Вот весна тоже хорошо, но весной может быть ещё прохладное море. Если кто-то захочет искупаться, то может быть прохладно. Хотя даже сейчас вот были и искупались таки всё-таки. А осенью море очень тёплое, и очень долго оно тёплое. Осенью много, опять же, всяких вкусностей, там и инжир, и дыни, арбузы, и персики. В общем, всё-всё-всё-всё-всё. Единственное, что, наверное, осенью какой есть недостаток – нет такой пышной зелени, то есть всё достаточно будет такой немножко выжженное солнцем. Вот, кстати, это рыночки. Да, это я снимала на рынке, и рынок – это одно из таких плавных удовольствий в Турции тоже. Мне очень нравится там общаться с предавцами. А как вы общаетесь? На каком языке? Ну вот, последние уже разы старалась по-турецки. Ну, просто у меня есть такая какая-то некая заморочка в те страны, которые я езжу, подучить немножко перед этим язык страны, хотя бы в таком минимальном объёме. Ну, например, цифры я выучиваю всегда первым делом, потому что цифры всегда нужны. Ну и, естественно, такие там «спасибо, пожалуйста», там «вкусно», «невкусно». А скажите, что-то по-турецки там «спасибо, пожалуйста», там «1, 2, 3» что-то. Ну, «спасибо», это «шикюры дырим», «пожалуйста», «риджай дырим». Вот, ну, цифры, если считать, значит, «бир», «ики», «юч». А, получается, до того, как, ну, допустим, вы не знаете язык, то как с ними общаться через гугл-переводчик на английском, понимают ли они английский? Английский, ну, в общем, молодёжь, конечно, понимает, но люди такие постарше, они либо они его не понимают, либо они могут отвечать таким образом, что всё равно будет ничего непонятно. А ещё с учётом того, что они в масках, то непонятно вообще ничего, что они говорят, поэтому английский там не сильно помогал, и мы общались в каких-то моментах, когда нужна была именно важность, важна была информация через гугл-переводчик, естественно, да. И с этим никаких проблем нет, вот, через, ну, через Яндекс даже, через гугл или через Яндекс-переводчик. То есть они, в общем, с удовольствием через него общаются, никого это сильно не напрягает, наоборот, люди настолько к тебе расположены, что им удовольствие. То есть ты наговариваешь предложение на русском, и им озвучивает этот переводчик на турецком, да? Да, там есть прям такой режим диалог, который ты говоришь, ты нажимаешь на кнопочку «русский говоришь», а он нажимает на кнопочку «турецкий говорит». Вот, это если есть мобильный интернет. Если мобильного интернета нет, то всё то же самое, только без звука, просто предложение там набираешь, вот, это сложнее, но у нас был мобильный интернет, поэтому мы, в общем, спокойно этим пользуемся. А как, вы там купили карточку специально, да? Нет, мы ничего не покупали, мы пользуемся здесь, мы покупаем тариф «Теле-2», у них есть такой премиум, по-моему, называется «Тариф», он стоит 1800 рублей на месяц, и вот на этот месяц тебе даётся пакет безлимитного мобильного интернета, ну, как безлимитного, какой-то лимит с определённой хорошей скоростью. Вы имеете в виду в роуминге? В роуминге в любом, да? Да, именно в роуминге, именно в роуминге, да. И, в принципе, вот единственный, наверное, наш оператор мобильный, ну, русский, который более-менее что-то вменяемое предлагает для роуминга, потому что все остальные, ну, это кошмар, какие там цены, и поэтому, если бы не было «Теле-2», то мы бы купили, конечно, местную карту. Но в данном случае нам было удобнее именно так сделать. А вот я смотрю здесь женщины в платках, то есть насколько вот эта вот мусульманская культура, уклады, образ жизни, вам с ним было комфортно, или вы вообще его не замечали? Дело в том, что там никто к тебе предвзято не относится, если ты иностранец, и ясно совершенно, что ты, если ты не мусульманин, да, то есть никакого предвзятого отношения нет вообще. То есть да, там есть женщины старшего возраста, которые вот так вот они в платках там, вот в таких, в одеждах длинных, да, вот, но это с женщинами старшего возраста. Молодежь там как-то в этом смысле по-свободному гораздо себя чувствует. вот, и никакого дискомфорта от этого мы не ощущали совсем. Потому что опять же нет никакого давления, то есть никто на тебя косо не будет смотреть, что ты как-то там без платка, вот, или одет как-то так, не совсем так, как они. Да, вот это вот, кстати, деревья, это цитрусовые, цитрусовые, и там они везде, и, в общем, цитрусовые там, конечно, очень вкусные. Вот это мандарины, ну, да, лимоны, вот, то есть мандарины, лимоны, грейпфруты, апельсины, помело, вот все это там растет совершенно замечательно. Тоже какой-то магазинчик просто с фруктами. Вот, то есть, в принципе, есть абсолютно все. Другое дело, что экзотика стоит разное подороже, а то, что там растет местное, то это все очень дешево. В декабре была очень вкусная хурма, 50 рублей килограмм, а это тоже на одном из рыночков, там делают гюзлеме, такие лепешки с разными начинками. И мы даже, скажу честно, нарушили наш обычный рацион, мы попробовали это гюзлеме со шпинатом, и лучше мы его не пробовали, это было очень вкусно. А что там за начинка? То есть, в этой лепешке шпинат с чем? Ну, они могут положить туда и картошку, и сыр, но мы специально просили не класть туда ни картошки, ни сыра. То есть, это некая такая лепешечка тоненькая, вот, и она выпекается на таком специальном круге, и туда кладется начинка из шпината, и, в общем, получается такой типа чебурек, только, ну, по внешнему виду, внутри шпината. Вот. Мы просили только вот, чтобы нам так вот сделали, без всего абсолютно, и даже это было очень вкусно. И сейчас даже я говорю об этом, мне прям даже вспомнила. То есть, с этим нужно быть аккуратнее веганом, и особенно сыроедом, потому что вот это способно сбить тебя совершенно вообще и привести там к такому, к желанию еще повторить, еще и еще и еще. Поэтому, в общем, те, кто опасается за свои вот такие вот желания, лучше даже не пробовать. Вот. На самом деле там вкусные настолько фрукты, что этого, может быть, вполне достаточно. Но местные, дело в том, что местное население, оно питается не только фруктами, а овощами. Они как раз едят эту всю выпечку. Сладости эти в маме не поедают. Мороженое, шашлыки. И они все это едят везде, везде, везде. То есть, во всяких там кафешках, на улице и на всяких своих пикниках. Они будут это все есть, это будет все пахнуть так достаточно соблазняюще. И, конечно, с этим есть определенные сложности, что местное население, оно не особо-таки настроено на здоровое питание. Хотя они считают, что они питаются как раз здоровой едой. Вот. Но, в общем, питаются, они едят все подряд. Вы сказали за сладостью. У меня сестра, когда ездила в Турцию, она привозила мне попробовать какую-то коробочку сладостей. А что вы привозите из Турции? Ну, вообще привозите ли вы что-то из Турции? Я имею в виду, как на подарки. Да. Мы привозим, на подарки мы привозим травяные турецкие чаи. То есть, совершенно замечательная штука. Они кладут туда разные травы, какие-то ягодки засушенные, яблони, яйцо, апельсинчики. И вот получаются такие вот фруктовые чаи. И это очень хорошо привозить на подарок. Действительно, очень вкусная штука. Потом я привожу оттуда сушеные помидоры. Ну, вяленые или сушеные. Они совершенно другого качества, чем если купить их здесь. Они прям, ну, реально такие вкусненькие. Вот. Потом привожу оттуда такой пикмес или сироп из кэраба. Тоже классная штука. Здесь, не знаю, по-моему, не видела я, чтобы в России это продавалось. Вот. Всевозможные специи хорошо оттуда привезти. Ну, если купить их на рынке или в каком-то таком хорошем месте. Потому что в магазинах там отстойные специи. Вот это вот фоточки 2021. 2021, это вы ездили, получается, в конце марта, да, если я не ошибаюсь? В середине апреля. Да, конец марта, начало апреля, да. Вот. Ну, первая половина апреля, получается, да. Это вот мы себе там делали такой фруктовый салат утром. Несмотря на то, что в Москве я, в общем, ну, редко ем такие фруктовые салаты. Потому что они как-то в Москве хуже на меня влияют. Но там они совершенно так заходят прям отлично. Несмотря на то, что это смесь номер один такая. И кто-то скажет, что зачем вы столько всего намешали. Там и апельсинок, и клубника, и банан. Вот. И мы туда даже, представляете, даже орешки клали грецкие. И тем не менее, вот, даже после такого салата, чувствуешь себя просто классно. Никакой тяжести, никаких вот от этого побочных явлений. И ЖКТ работает прям замечательно совершенно. И как раз весной идет цветение. Цветение цитрусовых. И одновременно могут висеть на дереве и плоды цитрусовых. Ну, в частности, лимоны. И цветы. И запах стоит потрясающий. И везде вот много таких желтых деревьев. Похожих на мимозу, но мне кажется, что не совсем это мимоза, а что-то другое. А это, да, вот, что... А это вот шелковица. Да, шелковица. Причем деревья стоят вдоль дорог. Там, в общем, их там очень много. Вот. Никто как-то особо не рвет это. Эта шелковица, она как только чернеет, она сразу осыпается, и все. И вот здесь вот отдельные ягодки только чернеют. И просто нужно найти эти черные ягодки и их собрать. А я в детстве очень любила шелковицу. Я помню потом, вот в советское время очень много насадили, по крайней мере, у нас фруктовые деревья. Это на юго-востоке Украины там и груши, и яблоки, и вишни. У меня дома шелковица росла. Но я помню, что уже когда я там где-то в школу или в универ уже ходила, то повырубали эти шелковичные деревья, мотивируя тем, что она вся опадает. Там черные следы, мухи и так далее. Ну, просто мне кажется, садить нужно в определенных местах, да. Но шелковица и другие плодовые деревья прямо здесь, когда живешь на северах, так называемые. Тут еще на фотке, похоже, у нас шелковица по большей части была мелкая, но у некоторых бывали вот эти крупные сарта. Но это редко встречалось. Здесь похоже, что она крупная. Да, да, да. Она очень вкусная, да. Да, она крупная и есть ягоды, достигающие, ну, прям с палец, наверное. С размера человека. Ну да, то есть ей очень быстро наедаешься. И мы когда там гуляли где-то, мы периодически ею наедались, и прям очень быстро наступает насыщение. Вот такая классная штучка. Лимоны, да, везде. Вот. И вот опять же вот эти вот а-ля мимозы. Может быть, это и есть мимозы, не знаю. И вот все это благоухает, все это везде цветет. И запах стоит везде. Вот везде, везде, везде стоит совершенно потрясающий запах. И мы когда потом приехали, вернулись, и даже не хватало этого запаха. Это грейпфруты. Вот стоимость там, по-моему, видна была 20 рублей за килограмм. Две лиры, то есть это 20 рублей. Вот грейпфруты очень вкусные. Там прям реально сладкие и вкусные. И началась уже клубника там сейчас. Клубника тоже очень вкусная. Апельсины тоже сочные и сладкие. Вот вопрос, получается, насколько сильно климат и местность влияют на поведение человека. Потому что здесь, вот сколько я здесь живу, мне все равно это необычно и не понять, что ты выходишь. Ну, с одной стороны, да, климат постоянно там мрачное. Это пасмурное небо, люди с суровыми лицами, постоянно чем-то озабоченными. И ты стараешься этому сопротивляться, но, ну, и держать свое внутреннее состояние. Ну, естественно, что не всегда это получается. Вот, как там насчет вот этого ощущения от себя и от людей окружающих? Ну, вот то, что касается ощущения от себя, конечно, когда ты еще приезжаешь, то нужно некоторое время, чтобы вот немножко отойти от этого вихря, вот этого нашего такого российского крупного города. Вот, то есть постепенно ты начинаешь расслабляться, не сразу. Но там люди, конечно, совершенно другие, никто никуда не торопится. Они расслаблены, они довольны, они, опять же, очень доброжелательны, они очень улыбчивы, они настолько хотят тебе что-то помочь, сказать. И там даже доставляют удовольствие кому-то, кого-то что-то спросить и даже попросить, потому что люди прям откликаются, и для них такой чуть ли не вопрос чести. Тебе обязательно помочь, вот, любыми средствами, потратив свое время. И у нас такие случаи вот именно с помощью других людей нам встречались, ну, прям чуть ли не каждый день. Когда нас, допустим, просто угощали бананами, потому что мы, допустим, ехали на велосипеде, остановились посмотреть навигатор. Вот. И тут же подбежала какая-то тетенька из ближайшего дома и принесла нам бананы. Вот. И просто я долго не могла понять, что она хочет. Я думала сначала, что, может быть, она хочет продать. Но потом я вспомнила, как будет подарок по-турецки. И спросила, что это подарок. Вот. Это Бухадия. Она тут же закивала. Да, 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 это подарок. Вот. И это происходило постоянно. И поэтому люди, опять же, это настолько приятные у нас воспоминания об этом. Это очень сложно. Я тоже обтумывал эту мысль. И, ну, что важно, чтобы в стране был доступ к продуктам. И тогда, просто я помню, когда в Украине ты живешь, когда у человека есть такое ощущение, что вот эти вот продукты, ну, нету. За них не нужно бороться. И они не тяжело достаются. И ты легко делишься. Мы эти кучи отдавали яблок, абрикос. Ты просто их раздаешь соседям. И, ну, как бы, тогда нету такого напряжения. И когда есть качественные, хорошие, дешевые продукты, тогда человек совершенно по-другому себя ведет. Он более расслаблен. И, ну, я считаю, это вот важно, чтобы в стране вот так вот было выстроено, чтобы такие вот продукты были в доступе для всех. Да. Ну, у меня тоже точно такое же ощущение, что, получается, чем севернее живешь, тем больше ты как будто борешься за выживание, тем дороже тебе выходит вот этот вот какой-то минимальный уровень жизни. Да, кстати, ну, помощь там людей касалась не только продуктов, да, то есть вообще касалась всего, да, но действительно люди там как-то спокойнее, расслабленнее. Люди тратят свои ресурсы, свое время для того, чтобы помочь какому-то незнакомцу, которого они видят в первый и последний раз в жизни. Ну, я же говорю, получается, люди живут в изобилии, ну, как я имею в виду, у них базовые потребности закрыты, и тогда человеку хочет делиться. А у нас, получается, у людей постоянная нехватка, и они вот не помогают, не делятся, и вот это вот очень классно, конечно. Кстати, если возвращаться еще раз к питанию, как они там кушают, да, то, да, я заметила, что они едят действительно мясо, вот шашлыки, это все у них там по полной программе, но я вот не видела, опять же, если не брать туристические места, чтобы кто-то ел там мясо с картошкой, там, фри, допустим, то есть вот они едят мясо, и при этом кучу всякой травы, и всяких овощей, и сырых овощей, и не только сырых, там, каких-то запеченных. А вот, кстати, интересная фоточка тоже, это такая штука, называется хобби-бахче. Это такие огородики, которые можно взять в аренду. И это прямо вот в городской черте, ну, это пригород, но все равно там видно, вот что дома стоят. И эти огородики, я не знаю, сколько там, наверное, может быть, по одной сотке выделяется, можно взять в аренду и выращивать то, что тебе хочется. Там вот всякую зелень, там люди выращивают овощи, помидоры, и туда подведена вода. И вот видно, что есть такая возможность у людей, даже будучи в городской, живя в городской черте, около дома, снять себе такой огородик, ухаживать за этим и выращивать то, что тебе нужно для семьи. Поскольку там, ну, воздух там чистый, это все-таки побережье, да, то машин там не так много, загазованности особой нет. То, в принципе, вот можно выращивать для себя продукцию настолько экологичную, насколько тебе хочется, чтобы она была экологичной. Вот есть такая вот веганская точка. Это фастфуд такой веганский. Что-то типа нашей вот шаурмы, но веганская. И тоже в такой вот, в тонкий такой лавашек, туда закладываются всякие овощи. Вот, все это с каким-то ореховым соусом. И стоит там тоже как-то совсем-совсем недорого. И помимо этого, если недостаточно кому-то остроты, то ты отдельно можешь себе еще что-то какие-то остренькие туда подкладывать, там ингредиенты. Значит, веганы тоже в Турции присутствуют. Не знаю, кто там это вот кушал. Может быть, они были не веганы, но такая достаточно популярная вот эта вот точка. То есть, есть такое. То есть, в принципе, веганам там нормально. Есть чего покушать. Да, я думаю, не то, что нормально. Судя по вашим фоточкам, там вообще раздолье, изобилие и дешево, дешевле. Вот вы называете цены там в три раза, чем у нас здесь мы покупаем. И я подозреваю, что на вкус, конечно, выращено натурально. Не в теплице, под солнцем. Это, конечно, все другое. В Мерсине, в частности, прям вот таких вот каких-то веганских ресторанов. Ну, не знаю, может быть, они там и есть. Я просто не видела. Но мы столкнулись с чем? Мы как-то шли по улице, и, в общем-то, захотелось нам что-нибудь съесть в ресторане. Мы зашли в первый попавшийся ресторанчик. Мы видели, что люди там едят какие-то салаты наряду с мясом. И зашли, думаем, ну ладно, сейчас что-нибудь выберем для себя, закажем. Я попросила меню, но мне сказали, что меню у них нет. Тогда мы начали объяснять, что мы веганы, что мясо мы не едим, и что мы хотим что-то вот такое растительное. Они немножко растерялись, потом повели нас на кухню, чтобы мы выбрали сами. Пытались очень усиленно предложить нам курицу вместо мяса, что типа, ну вот это же не мясо, это же курица. Мы сказали, нет-нет-нет. Вот, наконец, я уже сказала, что вот нам вот эти салаты, у них там были на кухне салаты, нам вот эти вот салаты, вот это мы хотим поесть. На это они сказали, что салаты у них фри, то есть салаты идут к мясу, что свободны, что вот люди заказывают мясо, а салаты это типа как-то. Не знали, как объяснить нам, что нам мясо не надо, нужны салаты, вот. Но они сказали, нет-нет-нет, все, все-все, все хорошо, садитесь за столик, мы сейчас все решим. Вот, мы сели, и нам принесли, значит, два официанта, принесли два подноса с этими всякими салатами, какими-то овощными закусками, и единственное, очень боялась, чтобы они не принесли картофель фри. А я думала, принесли подноса с мандаринами, но нормально. Да, перед лимонами. Ну, и я вот очень боялась, что принесут что-нибудь такое, что мы точно совершенно есть не будем, а для них это будет нормально. Вот, и нам уставили весь стол этими закусками, этими салатами, какими-то помидорными салатами, там, не знаю, какими-то там запеченными овощами. В общем, было куча всего. Мы это все съели, да, принесли еще воду, принесли там какой-то вот этот их тоненький лаваш, вот, гранатовый соус, в общем, мы это так съели и думали, ну, сколько же, интересно, с нас попросят денег, потому что, вроде как, много всего такого, вот, значит, муж мой поставил на тысячу рублей, я говорю, да нет, наверное, тысяча многовато, наверное, говорю, он что-нибудь, ну, между 500 и 700 рублями, наверное, столько попросят, вот, в итоге с нас попросили 24 лиры, это 240 рублей, вот. Вот. И, в общем, мы, конечно, были в таком шоке, потому что по такой цене, ну, не знаю, где-то поесть либо в Москве там, либо даже вот в Европе. Ну, какое-то маленькое блюдо можно. То есть, я хочу сказать, потому что веганам, ну, в Турции найдется, что поесть, не будет каких-то таких сильных проблем. Вот, мы посмотрели, задали вопросы, как бы, скорее всего, у вас есть какие-то вопросы, мы специально не, ну, там, продолжаем, напишите их в комментариях. Что вам еще интересно узнать про Турцию, про путешествия без отелей, на машине или, там, на самолете, но, там, арендуя, там, велосипеды и так далее, по нетуристическим местам, как это все организовать, что там лучше посмотреть, пишите нам в комментариях. Да, Екатерина поделится своим опытом в следующих выпусках. Я-то могу говорить об этом очень долго, и были бы слушатели, вот, есть чего рассказать, и поскольку это одна из моих любимых тем, это путешествие, мне очень нравится этим делиться, вот, поэтому я-то могу говорить долго, но я понимаю, что слушать, может быть, сложновато, поэтому интересно было бы узнать именно вопросы, да, какие-то конкретные, вот, если есть вопросы, если есть интерес к этой теме, то пишите, и тогда расскажу подробнее, и снимем еще продолжение. Ну, все, тогда спасибо вам большое. Ну, всем пока. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok